День государственного языка И обо всем подробнее. Делегация Кыргызстана приняла участие в открытии 71-й сессии Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ежегодные общеполитические премии продлятся до 26 сентября. Делегацию Кыргызстана возглавляет министр иностранных дел Эрлан Абделдаев. Сегодня в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи выступит глава МИДа Эрлан Абделдаев. Ранее министр иностранных дел провел встречу с генсеком ООН Пангимуном, в рамках которой собеседники обсудили состояние и перспективы сотрудничества Кыргызстана с Организацией Объединенных Наций. На полях Генассамблеи Эрлан Абделдаев провел и ряд других встреч. В джорку Кенеша идет работа, направленная на внедрение в политическую жизнь страны одного из механизмов прямой демократии референдума. Депутаты на этой неделе во втором чтении приняли новую редакцию закона о референдуме, причем практически единогласным. Закон нужный и важный. Он определит порядок проведения плебисцитов в Кыргызстане, отметили депутаты. Об этом подробнее Канад Канеметов. В джорку Кенеша идет работа, направленная на внедрение в политическую жизнь страны одного из механизмов прямой демократии референдума. Депутаты на неделе во втором чтении приняли новую редакцию закона о референдуме, причем практически единогласно. По словам депутатов, этот закон очень нужный и важный. Он определит порядок проведения плебисцитов в Кыргызстане. До этого в Кыргызстане уже существовал закон о референдуме от 2007 года, но он в значительной мере устарел. Дело в том, что в 90-е годы и вплоть до апрельских событий все проводившиеся в стране референдумы так или иначе расширяли президентские полномочия. Первые два президента пользовались этим инструментом только в своих интересах. И неудивительно, что инициировать проведение референдума мог именно глава государства. Теперь ситуация изменится, уверены нардепы. По словам юристов, Джогуркукинеша утверждение нового законопроекта в третьем и окончательном чтении может состояться уже в ближайшие недели. Разница только в том, будут или нет проводить парламентские слушания по документу между вторым и третьим чтениями. Но даже если будет выбран механизм парламентских слушаний, то это затянет вступление закона в силу недели на две, не больше. Между тем, Джогуркукинеша на неделе уже начался сбор подписей под письмом, инициирующим проведение референдума по внесению изменений в Конституцию. Первый закон о назначении референдума письменно одобрили все члены фракции СДПК. Все 100% депутатов подписали и внесли на регистрацию Джогуркукинеш. И здесь по закону не менее двух третей депутатов должны поставить свои подписи под этот законопроект, для того, чтобы было принято уже закон о назначении референдума. После того, как более двух третей депутатов проголосуют, подпишутся, тогда уже этот закон будет рассматриваться и будет принят закон о назначении референдума. Социал-демократы подчеркивают, что делают это абсолютно сознательно. Вот, например, мнение депутата СДПК Марата Аманкулова. Да, я один из инициаторов законопроекта о проведении референдума, потому что я считаю убежден, что нам сегодня необходимо проводить референдум и нам необходимо сегодня вводить изменения в Конституцию. Что я вижу в этих изменениях? Самое главное, я считаю, это большой шаг к парламентаризму принесут эти изменения и сделают устойчивой вот эту вот государственную нашу модель, устойчивой коалицию большинства и правительства, исполнительную ветвь власти. Почему нам это необходимо? Потому что даже если возьмем этот период с 10-го, когда была принята эта Конституция, до сегодняшнего дня, сегодня уже седьмой премьер-министр работает. Это не есть хорошо, это такая вот, скажем, такая неустойчивая модель исполнительной ветви власти, она не несет за собой ничего конструктивного и созидательного. Эстафетная палочка по сбору подписей перешла к фракции Республика Атаджурд. В секретариате фракции сообщают, что не располагают полная информация о количестве республиканцев, поддержавших эту инициативу. Но по неофициальным данным и в этой фракции количество сторонников изменений Конституции достигает почти 100%. Собственно, как отмечал лидер партии Умрбек Бабанов, Республика Атаджурд шла на выборы под лозунгом «Изменение основного закона», причем оговаривала, что направление перемен должен определить сам народ. В других фракциях отдельные депутаты в личном порядке также подписывают законопроект, а некоторые, в принципе, не отвергая предложенные поправки, ждут, каково на этот счет будет решение их фракции. Например, Искак Масалиев из «Онугу прогресса». Лично для меня больших каких-то сногсшибательных проблем этих изменений я не нашел в них. Сказать о том, что судьбоносными, я тоже не буду, потому что там есть несколько моментов, которые вызовут определенные споры в обществе, это и существует. Констатация, что брак должен совершаться между мужчиной и женщиной, он вызовет споры на Западе, где мужчины, которые являются по паспорту мужчинами, на самом деле они не мужчины, они даже до министров доходят. Право, как бы сказать, лицей нетрадиционной ориентации, вплоть до бракозащитания, лично мне, как гражданину, это не импонирует. Я действительно считаю, что природа создала нас такими, для того, чтобы мужчины и женщины вступили в брак. Фракция решения по законопроекту не принимала, но по инициативе фракция внесла свои несколько поправок. Для вынесения законопроекта о назначении референдума следует собрать не менее двух третей подписей депутатов, то есть как минимум 81 подпись, большая часть из которых, как выясняется, уже собрана, и очевидно, что этот референдум пройдет уже по новым правилам, которые установлены в проголосованном законопроекте. УНГ «Прогресс» примет заключение по поправкам в Конституцию после консультации с президентом. Такое решение принято по итогам закрытого заседания. Отмечается, что УНГ «Прогресс» в целом поддержал законопроект, одобрив изменения в 26 статей основного закона из 29. Я думаю, что проблема в том, что… Между тем, общество продолжает рассказывать о конституционной реформе посредством встреч с населением и круглых столов. Самое главное, сегодня мы становимся свидетелем, что выстраиваются основные институты управления, то есть, чтобы страна двигалась стабильно, устойчиво и продвигалась к достижению намеченных целей, необходимо устойчивые, правильные законы и правильные решения. Специалисты уверены, что по действующей Конституции узурпаться власти и ее концентрация в одних руках вполне возможны. И конституционная реформа очень нужна, чтобы стабилизировать ветви власти. Созрела необходимость общественная для того, чтобы Конституцию менять и для того, чтобы был больше баланс между ветвями власти. За шесть лет у нас поменялось шесть премьер-министров. Я думаю, что если коалиция, парламент порождает, правительство, оно должно отвечать за него, оно должно защищать его, создать условия для работы, а не так говорить, почему министр не пришел. И каждый, знаете, вот у нас, ну, как бы, я считаю, что сейчас вот после этого, как правительство будет более защищенным. Конституционная реформа предлагает, что премьер-министр и первый вице-премьер, избранный из депутатов Джугур-Кукинеша, смогут сохранить депутатский мандат. И тогда премьером сможет стать руководитель коалиции большинства в парламенте, его заместителем глава крупной парламентской фракции. Они смогут опереться и на коалицию большинства, и на правительство, получат большой вес. Появятся два центра принятия решений. Сильный премьер, он же глава коалиции большинства, и всенародно избранный президент. Они уравновесят друг друга, будут друг друга взаимно контролировать. Система придет в равновесие. Решится и проблема регионализма. Например, президентом может стать северянин, а премьером – южанин. И два центра принятия решений будут взаимно уравновешивать друг друга. И это хорошо. Депутаты считают, что с принятием поправок исчезнет опасность вмешательства извне во внутренние дела Кыргызстана. Например, ситуации, схожие с делом Азимджана Аскарова, будут не так страшны. Продолжение следует... Эксперты уверены, что менять Конституцию нужно. Причем эти изменения не такие глобальные, а скорее точечные, направленные на то, чтобы сбалансировать систему государственного управления, не допустить чрезмерного усиления одной ветви власти в ущерб другой. И в продолжении темы Конституции мы пригласили в студию депутата Джоорку Кенеша, лидера фракции СДПК ИСУ Омуркулову. Здравствуйте, Исаши Шенкулович. Добро пожаловать в нашу студию. Прошу вас. Спасибо. Исаши Шенкулович, в обществе продолжают обсуждать инициативу внесения изменений и дополнений в Конституцию. Я хочу спросить у вас, как у одного из инициаторов этой инициативы. Скажите, пожалуйста, в чем основная суть этих поправок? Ну, главная суть этих поправок – это усиление и укрепление государственности. Это укрепление и сохранение суверенитета. Это сохранение территориальной целостности. Это стабильность исполнительной, так и законодательной власти. Это реформа силовых структур. Это реформа судебных органов. И здесь, на мой взгляд, вносимые поправки, они взлободневны, они необходимы. И это показывает жизнь сегодня. Поэтому я считаю, что данные поправки в основном – это основные принципиальные поправки, которые мы вносим в виде инициативы. Да, это и суть, главные принципы, как вы сказали. А известно, что уже 84 депутата поддержали инициативу. На сегодняшний день какие новости? Ну, здесь при этом мы должны соблюсти все нормы внесения данного законопроекта. В чем они заключаются? Здесь, во-первых, она должна инициироваться не менее, чем двумя третями депутатами. Сегодня уже более 81 депутата, 84. Есть еще желающие, которые сегодня в разъездах не поддерживают. И до первого рассмотрения в комитете, за три дня мы должны внести, это уже зарегистрировать в Кенеш, что уже сделано. И данный вопрос уже будет рассматриваться уже во вторник на комитете по конституционному законодательству госустройству. То есть, вот уже во вторник получается? Да, уже в следующий вторник мы этот вопрос будем уже рассматривать в комитете. Законопроект о референдуме принят во втором чтении, как мы уже отмечали. Как будет протекать дальнейший процесс? Во-первых, мы должны принять закон о референдуме, который уже рассматривается. Она прошла второе чтение, и депутаты в основном поддержали подавляющим большинством. Мы практически этот законопроект уже перед каникулами смотрели в первом чтении. Сейчас мы прошли второе чтение, и между чтениями должно пройти не менее 10 дней. И после третьего чтения законопроект будет принят. После чего уже можно будет проводить вопрос о назначении референдума, о чем мы уже сегодня внесли в данный законопроект. Ну, в принципе, вот эти вопросы, которые я хотела у вас спросить. Спасибо вам, Исааша Ишенкович, что нашли время в столь поздний час и пришли к нам в студию ответить на наши вопросы. Спасибо. А мы продолжим программу. К инициативе внесения изменений и дополнений в Конституцию равнодушных нет. Свои мнения высказывают эксперты, общественные деятели, простые граждане. Но на этой неделе мы с вами услышали мнение по изменению Конституции, даже осужденного в Кыргызстане за организацию межэтнического конфликта в 2010 году, бизнесмена Хадрджана Батырова. Вот эта новость так новость. Причем Батыров делал свой доклад на международной площадке на заседании ежегодного совещания бюро ОБСЕ в Варшаве. С высокой трибуны он заявил, что против внесения изменений и дополнений в Конституцию. Обратите внимание, что об этом говорит человек, которого обвинили в смерти сотен граждан Кыргызстана. Депутаты Джоркуки и Неша, мягко говоря, в недоумении. Они заявили о том, что нужно дать политическую оценку этой акции. ОБСЕ – это же не проходной двор, возмущаются парламентарии, чтобы там могли выступать любые желающие. Да, еще один момент. Во время выступления Батырова рядом с ним сидели правозащитницы Толикан Исмаилова и Азиза Абдерасулова. С какой миссией они поехали туда, вопрошают нардепы. Думаю, что это интересует не только депутатов, но и кыргызстанцев в целом. Также во время своего выступления Кадрджан Батыров заявил, что недоволен возбуждением нового уголовного дела о причастности должностных лиц в то время членов Временного правительства к его выезду из страны в 2010 году. Также он раскритиковал руководство Кыргызстана на давление на оппозицию и призвал международное сообщество обратить внимание на осужденного правозащитника Азимджиана Аскарова. Канад Канеметов о реакции МИДа страны, о мнениях кыргызстанцев на выступления Кадрджана Батырова. «Окажется, он очередной раз хочет сделать реформу, конституционную реформу. Это у нас привычка вошла. Кто приходит к власти, он сам единонечно строит демократию. Он теперь хочет под себя подделать вот эту конституцию. Нынешнюю конституцию, понимаешь ли, окажется, его не устраивает». Это Кадрджан Батыров, тот самый, который официально признан одним из главных разжигателей кровопролитных июньских событий и за это осужден заочно на пожизненный срок. Он сбежал шесть лет назад и с тех пор живет в Швеции. А сегодня он выступает с оценкой политической ситуации в Кыргызстане. И не где-нибудь, а с высокой трибуны ОБСЕ. «Поэтому вот это члены Временной правительства пошли против и официально письменно отказались от этой идеи. И его тоже попросили этого не делать. Вот теперь он хочет таким образом как бы с ними разобраться. И как раз это не пришлось долго ждать. 15 сентября он открыто дает поручение генеральному прокурору и национальной безопасности, возбудит уголовное дело и привлечь к ответственности». Бывший руководитель узбекской диаспоры раскритиковал официальную власть в Кыргызстане и все, что происходит в стране. Рядом с ним сидели известные НПОшницы Азиза Абдирасулова и Толикан Исмаилова. Последняя одобрительно улыбалась во время выступления Батырова. «И вот этот результат – ноль». Батыров также попытался защитить другого официально признанного преступника – Азимджана Аскарова, организовавшего в июне 2010-го жестокое убийство милиционера. «Вот по Азимджану Аскарова единственное, оказывается, есть узбек, который правозащитник. Если бы не он, наш узбек никто не знал бы, наверное, и все забыли бы. Я прошу вот этому вопросу обратить очень серьезное внимание. Там по Азимджану Аскару вот она сейчас доложила, говорит, сейчас вернули как бы областной суд, а на самом деле, который пожизненно дали Азимджану Аскару, она дело нетронутой стоит. И я прошу в этом вопросе серьезно обратить внимание. Спасибо. На это выступление сразу же отреагировала кыргызская делегация, находящаяся в Варшаве. Потом была вербальная нота от постоянного представительства Кыргызстана в ОБСЕ в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека. Суды Кыргызской республики признали Батырова виновным в организации межэтнического конфликта. В течение многих лет, манипулируя этнической картой в собственных интересах, он подвергал риску мир и стабильность стране. Граждане Кыргызстана, в том числе и этнические узбеки, справедливо считают его основным зачинщиком, виновным в разжигании конфликта в июне 2010 года, сбежавшим от ответственности. Кыргызская республика вновь выражает недоумение фактом, когда некоторые страны и организации допускают, что преступник Батыров использует международную площадку как возможность в очередной раз напомнить о себе и выставить себя борцом за права человека. Речь Кыргызстана Батырова в Варшаве имела эффект разорвавшейся бомбы. Возмутились даже оппозиционно настроенные активисты. Первая реакция была в парламенте страны. Депутаты возмутились, что преступнику, а Батыров им является, дали слово в ОБСЕ. Человек, который является врагом народа, нанесший государству миллиардный ущерб, и сепаратист выступает на заседании ОБСЕ и дает нам оценку. Мы государство или кто? По его делу есть решение не только национальной, но и международной независимой комиссии. Остается непонятным, каким образом он попал и выступил на площадке ОБСЕ. Думаю, нужно дать поручение профильному комитету ЖК, а потом вынести этот вопрос на рассмотрение палаты. Мы должны получить ответы на свои вопросы. Рядом с ним сидела Туликан Исмаилова. Небось, с другой стороны сидела Азиза Абдерасулла. Почему они вообще сидят рядом с ним – тоже загадка. В ОБСЕ дают понять, что любой гражданин может выступить на её площадке. Ничего плохого в том, что Батыров сказал, речь не видят. В парламенте очень сомневаются на этот счёт. По правилам Дипч ОБСЕ, участие любого выступающего согласовывается с представителями 57 стран-участниц конференции. Как может быть такое, что захотел и выступил? ОБСЕ – это же не проходной двор. Мы, депутаты, по полгода готовимся к таким мероприятиям. А тут он захотел выступить, и ему просто так предоставили площадку. Политологи уверены, что нет ничего случайного, и Батыровское выступление является неприкрытой провокацией против Кыргызстана. Всё-таки он находится в Швеции, а вдруг появился в Варшаве. Оно не случайно. Я думаю, что он получил какое-то неформальное приглашение от организаторов. И он просто обозначил те позиции, которые интересовали, я думаю, устроителей вот этой самой сессии. А именно, что он подверг сомнению те реформы, вообще политику, которую проводит Кыргызстан. Он, значит, почему-то высказался по предлагаемым поправкам Конституции. Причем ничего не обосновит, что он просто против. И это просто один из, скажем так, тех наймитов, я думаю, да, который, так сказать, выполняет задания своих организаторов, и не более. И это все прекрасно понимают. Министр иностранных дел Ирлан Абделдаев, который сейчас находится в Нью-Йорке, пригласил на беседу генсека ОБСЕ Ламберта Заньера и высказал ему претензии от имени Кыргызстана. Встреча состоялась на полях 71-й сессии Генассамблеи ООН. Кыргызская сторона возмущена тем, что, несмотря на неоднократные заявления официальной делегации Кыргызстана, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ продолжает предоставлять уголовному преступнику Кадырджану Батырову возможность участвовать и выступать с заявлениями. Делегация потребовала принять решение о включении Кадырджана Батырова в список лиц, которым закрыт доступ на все мероприятия ОБСЕ. Заявлением выступили и депутаты Ожского Горкинеша. Они выразили недовольство участием Батырова в заседании ОБСЕ, сказав, что им непонятно, почему Батырову дали возможность использовать мировую площадку в личных интересах. Заявление сделали именно те, кто своими глазами видел, как разворачивались кровопролитные июньские события. В 2010 году полностью его вина. Сколько здесь, значит, было пролито кроли. Он не может дать оценку нашему Кыргызстану. И мне непонятно, почему он, если он преступник, почему, если он взял гражданство в другое государство, какое он имеет право вмешиваться в наши внутренние дела. Возмущена тем, что уголовному преступнику предоставляют такие серьезные площадки и общественность. И самое главное, в настоящее время данное заявление, оно не имеет, скажем, большой поддержки, и оно не может быть истиной, единственной истиной. Поэтому это вопрос в нашей стране решается в народе, и думаю, что народ всегда даст свою правильную оцепку. Вообще-то мы члены ОБСЕ, и ОБСЕ должен был уважать статус Кыргызстана, не должен был ему давать высокую трибуну. Он воспользовался высокой трибуной ОБСЕ. Кроме этого, так называемая правозащитница Толюхан Исмаилова там находится и поддерживает Хадаржана Батарова. Это стыдно для правозащитника, известного правозащитника, который действует от именно правозащитного сообщества. Никто Толюхан не давал права оклеветать наш народ, оклеветать руководство наш народ. Я думаю, что ему не место для Кыргызстана, очень некрасиво. Эксперты приходят к мнению, что Батыра всего лишь кукла, а его спичрайтерами являются другие силы. На мой взгляд, такая политика мне больше напоминает политику двадних стандартов. Потому что, опять-таки, один из принципов этой уважаемой организации ОБСЕ – это принцип невмешательства внутренних делам суверенного государства. И поэтому, ну оно, конечно, не будет. Вряд ли, так сказать, кто-то из чиновников ОБСЕ скажет, что он там оказался не случайно. Мы все понимаем, что Батыров оказался не случайно. Мы все понимаем, кому выгодно, чтобы он так сказал. Многих очень волнует. А как именно Батыров оказался в Варшаве на такой конференции? Дипломаты пролили свет на эту тайну. Что касается того, как Батыров оказался на совещании. По правилам Бюро ОБСЕ, для регистрации представители соответствующих организаций заполняют онлайн-анкету. В текущем году можно было зарегистрироваться до 15 сентября. 19 сентября этого года в 9.30 бюро обнародовал предварительный список участников по состоянию на 18 сентября воскресенья, выложив его на сетевой сервер совещания. В данном списке Батырова не было. Конечно, мы были удивлены, когда 20 сентября в зале заседания увидели Батырова, который, кстати, и пришел в сопровождение так называемых представителей гражданского общества Кыргызстана. И мы, делегация Кыргызской республики, официально выразили возмущение в адрес организаторов, когда на площадке ОБСЕ дали слово этому преступнику. Политологи считают, что Батыров должен рано или поздно ответить за сепаратизм и организацию июньских событий. На этой неделе депутат Мирбек Мискинбаев сообщил о том, что провел собственное расследование. По его словам, он нашел факты о том, что семья Тыкибаева владеет множеством объектов недвижимости. И все это оформлено на его супругу, сообщил парламентарий. ГРС, в свою очередь, озвучил этот список. Тему продолжит Надежда Усова. Спальный район Бишкека, 7-й микрорайон, дом номер 20. Здесь, по имеющейся информации, должен проживать племянник депутата Омурбека Тикибаева. Довольно долго звоним в дверь. В квартире 89 явно кто-то есть, но открыть двери сразу не захотели. Видимо, увидели микрофон нашей съемочной группы, но все же решили открыть. Как выяснилось, в трехкомнатной квартире ныне проживают квартиранты. А кто хозяин, не знают. Тоже недавно здесь. Поэтому, кто здесь, пока, до конца не разберемся. Зато, кто хозяин квартиры, знает домком. У нее на руках все документы. Учет жильцов ведется ежемесячно. Каждого знает поименно, кто когда выбыл, кто когда заехал. В 89-й квартире жил Хабибуллин. Он продал Тикибаеву. Тикибаев немного пожил, потому что у него в доме был ремонт, где он живет. Потом, перед выборами как раз он здесь был. Потом остался этот, как его племянник Тикибаев, Азамат, со своим другом Рахматов Нурсултан. Теперь их нету. Там живут квартиранты. Как выяснилось, прежний владелец квартиры в 7-м микрорайоне некий Сабиржан Хабибуллин. Некто иной, как приближенный и близкий друг Джаныша Бакиева. Сабиржан Хабибуллин. 1958 года рождения. Уроженец Пешкека. Бывший сотрудник МВД, член правления организации безопасности правопорядок, которую возглавлял Джаныш Бакиев. После апрельских событий неоднократно посещал Минск, где встречался с Бакиевыми. Однако эту информацию поспешили опровергнуть в пресс-службе партии Атамикен, возглавляемой Омурбеком Тикибаевым, сообщив, что квартира была куплена в 2010 году у некой Джамили Супаналиевой. Да, и сам Тикибаев отрицать факт купли квартиры не стал. Там действительно проживает племянник, и он приобрел эту квартиру от других граждан. Ну, все это документально. Есть документы, есть люди. Но здесь выясняется еще один факт. Оказывается, что Джамиля Супаналиева, у которой купил квартиру Тикибаев, является снохой того самого бакиевца Сабиржана Хабибулина. На эту же квартиру при допросе указал и обвиняемый в мародерстве Абдулла Юсупов, который сообщил, что квартиру забрали у друга Джаныша Бакиева, Хабибулина. Юсупов Атамикеновцам раскрыл все карты. Они знали все про объекты, принадлежащие друзьям и приближенным к клану бакиевых. На этой неделе депутат парламента Мербек Мискинбаев сообщил, что у Мурбек Тикибаев владеет миллионной недвижимостью. Откуда у политика такое имущество, вопрошает нардеп. На пленарном заседании хотел выступить на тему мародерства и озвучить сведения, которые удалось найти в ходе проведенного им собственного расследования. Но микрофон то и дело отключали. По информации Мискинбаева, Умур Бек Тикибаев после 2010 года стал владельцем множества объектов недвижимости. Все это оформляли на его жену, заявил парламентарий. Стоимость каждого объекта от 200 до 500 тысяч долларов. Откуда все это? Меня интересует только этот вопрос. Мы везде ищем мародеров, а истинные мародеры вот, ходят рядом. Например, особняк за городом или квартира в центре. На какие деньги все это? И при этом оформлены они на его жену Айгуль Тикибаеву. Между тем появляются все больше подробностей об недвижимости Тикибаева, который, в свою очередь, говорил ранее, что не владеет большим имуществом. Информацию по запросу депутата Мербека Мискинбаева подтвердили и в ГРС. Здесь имеются сведения о девяти объектах, принадлежащих семье Тикибаевых и оформленных на Айгуль Тикибаеву. Нежилое помещение коммерческого назначения. Это числится тоже за Айгуль Тикибаеву и Айгуль Тургамбаеву. Она была приобретена договором купли-продажи о 2005 году. Площадь земельного участка 718 квадратных метров, а полезное строение, площадь строения 517 квадратных метров. Было приобретено еще в 2005 году за 20 тысяч сомов. В последней части Тикибаевых и Айгуль Тургамбаевны. Стоит отметить, что в этом здании ранее располагалось и здание «Суперинфо», учредителем которого является Кылычбек Султанов, который в свое время выдвигался кандидатом в депутаты от партии «Атамикен». Значит, третья недвижимость, которая была запрошена, это в Чуйской области, Аглавинском районе, села Ортусай, улица Балакумар, дом 46. Там сначала запрашивали, как дом построен, но у нас по нашей базе проходит пока как земельный участок. Тот самый участок в селе Ортусай-2. Здесь у семьи Тикибаевых возводится особняк. Но и у этого участка есть своя история. Экс-атамикеновец Омурбек Абдеррахманов от интервью нашему каналу отказался, но разрешил использовать его интервью, данное информагентству, где рассказал, когда и кем была куплена земля в элитном районе. За участок просили 60 тысяч долларов. Тикибаев просила мою жену поговорить с продавцом, поскольку она занимается бизнесом и имеет много знакомых и партнеров. Моя жена долго ходила к продавцу и сторговала с ним за 40 тысяч долларов. Жена Тикибаева сказала, что у них пока есть наличными только 20 тысяч. Остальную сумму внесла моя жена и землю купили. Деньги потом нам вернули. На участке сейчас стоит приличный дом. Тикибаев потом купил другую квартиру на улице Беконбаева и переселяться в дом не стал. А позже Омурбек Тикибаев в течение года терроризировал мою жену и хотел посадить ее. Кроме того, довольно-таки крупное приобретение, также принадлежащее Айгуль Тикибаевой, это элитный дом, расположенный по улице Калыка Киева, здание площадью около 700 квадратных метров, рыночная стоимость которого оценивается в среднем в 70 миллионов сомов. Здесь сейчас расположен штаб партии Атамикен и телеканал «Сентябрь», владельцем которого является депутат Омурбек Тикибаев. В числе крупных приобретений и элитная квартира, расположенная по улице Бакомбаева, общая площадь – 121 квадратный метр, оценивается на рынке недвижимости приблизительно в 10,5 миллионов сомов, включающая в себя также парковочное место стоимостью около 1,5 миллионов сомов, приобретенные в 2015 году. Владелицей также является Айгуль Тикибаева. И помимо этого, имеется еще и квартира в многоэтажном доме, которая была передана на безвозмездной основе многодетной семье. Сам же Омурбек Тикибаев информацию о нажитом имуществе прокомментировал так. Наше имущество задекларировано. Любой желающий может ознакомиться на сайте государственной службы по кадрам. Я проживаю в трехкомнатной квартире приобретения, 96-й год. И скоро перееду в другой трехкомнатной, более улучшенной планировкой, в другой трехкомнатной квартире. Напомним, госрегистр озвучил только тот список имущества, принадлежащего семье Тикибаева, на который сделал запрос депутат Мискинбаев. Надежда Усова, Азамат Кадыртоктоев и Алмаз Нурмамбетов. Общественный первый канал. Итоги недели. Правительство на этой неделе в полном составе приняло участие в заседании Джоорку Кенеша. Так, кабинет министров предоставил информацию парламентариям по нескольким вопросам. В частности, премьер-министр Сорумбай Джоенбеков прочитал доклад о мерах, принимаемых по защите прав трудовых мигрантов за рубежом, по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий и по реализации проекта «Безопасный город». Была заслушана и другая информация, но уже за закрытыми дверями. Диана Мамекова подробнее. Вопросы, в частности, касались мер, принимаемых по защите прав трудовых мигрантов за рубежом, по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий, включая реализацию проекта «Безопасный город». Каждый доклад сопровождался десятками вопросов парламентариев. И так подробнее. Со времени вступления Кыргызстана в ЕАЭС условия для наших мигрантов заметно улучшились. Однако проблемы еще есть. Основное – отсутствие трудового договора между мигрантом и работодателем. Соответственно, недобросовестный работодатель иногда не выдает мигрантам заработную плату. А еще до сих пор наши соотечественники попадают в черный список. На первое полугодие 2016 года в черный список попали 119 тысяч кыргызстанцев. За последние два года из списка были исключены 54 тысячи соотечественников. Что касается в целом миграции, то мы ведем работу по двум направлениям. Это защита прав мигрантов в рамках законодательства и улучшение миграционных законов, создание новых рабочих мест путем развития экономики страны, улучшение обеспеченности населения работой. Продолжая тему мигрантов, Джейнбеков проинформировал о выплатах семьям погибших при пожаре в московской типографии и о том, как ведется расследование. Представительство МВД Кыргызстана в Москве, наше посольство и государственная миграционная служба работают в тесном контакте со следствием. Трем гражданам, пострадавшим в ходе пожара, предусмотрена выплата компенсаций и расходов на приобретение лекарств. Еще 55 кыргызстанцам будет выплачена зарплата, начисленная до пожара. У погибших шести женщин остались 11 детей, из них семеро в возрасте до 12 лет, двое – 12 и 18 лет, еще двое достигли совершеннолетия. Семеро из них находятся на попечительстве отцов. Опекунами двоих детей временно назначены бабушки по материнской линии. Для оказания поддержки детям открыт специальный депозитный накопительный счет в банке. Доклад премьера был весьма информативен, но все же у депутатов были вопросы. Мигранты высылают огромные деньги нам, растет ВВП. Поэтому хочу спросить, есть какие-либо улучшенные условия для них, помощь от государства? Мне кажется, необходимо открыть юридические службы. Мы сейчас хотим открыть представительство миграционной службы там, где нет у нас консульства или посольства, чтобы наши граждане могли при случае чего туда обратиться. Сейчас идет оптимизация во всех министерствах и ведомствах. Сокращенные штаты мы переведем именно в эту службу. Но хотим, чтобы там работали люди не из Бишкека, а уже обосновавшиеся там, потому что проблему знают изнутри. Миграция идет из-за того, что в стране нет рабочих мест. Что делается в этом направлении? Сколько открываются заводов в предприятии, чтобы сократить безработицу и рост миграции? Мы все знаем из-за чего. У нас нет завода, фабрик, которые работали при Союзе, и мало кто тогда уезжал. Российский фонд сейчас тесно сотрудничает с бизнесом страны. Но у большого бизнеса нет залога. А ведь им нужны крупные средства, поэтому мы открываем гарантийный фонд. А вот малый и средний бизнес открывают предприятия, где создаются рабочие места. И сегодня поступило проектов на 194 миллиона долларов. Мы в первую очередь делаем акцент на предприятия с экспортным потенциалом. Сегодня на дорогах практически не соблюдается правила дорожного движения. Только за последний месяц в соцсетях то и дело обсуждают о том, что где-то сбили пешехода, маршрутка неправильно высадила пассажира или, что еще хуже, машина въехала в людей на остановке. Все это говорит о незнании ПДД, говорят депутаты. Мы все знаем, что большинство людей покупают водительские удостоверения. Здесь возникает проблема. Почему это не контролируется? И почему вождение учат одни, проверяют другие, а третьи выдают права? Ведь принято так. Где учатся, там и получают об этом справку. А потом ищем и не знаем, кто за что ответственен. О дорожной культуре, а точнее об ее отсутствии. В дорожно-транспортных происшествиях часто виноваты пешеходы. Мне кажется, нужно применять практику, как в советское время, штрафовать пешеходов, потому что правила дорожного движения должны выполнять все. И в школах, мне кажется, нужно улучшить работу движения ЮИД, чтобы дети на практике с детства приучались к выполнению правил дорожного движения и контролю за ними. На что премьер ответил. Правительство инициирует предложение о значительном увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Сейчас не хватает финансовых средств на установку комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Это намного снизило бы количество несчастных случаев на дорогах. И правительство изыскивает средства для этого. В целях снижения количества ДТП в ближайшее время инициируем предложение о значительном увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Данный законопроект будет разработан в ближайшее время и направлен на рассмотрение в парламент. Пересматривается в порядок и сроки обучения в автошколах, а также ужесточается контроль процесса получения гражданами водительских прав. Техосмотр перешел в частные руки. Многие автобусы уже сжили свое, но все равно ездят. Ездят и барахлят. В России, к примеру, если зимой не одевают зимние шины, они их не выпускают на дорогу. А у нас как? Старые дряхлые автобусы и все равно ездят. Техосмотр нужно передать в госэкотехинспекцию или МВД. Пассажирский транспорт обязательно проходит раз в год техосмотр, и некоторые автобусы не выходят в рейсы. Что касается того, что нужно перевезти из частного сектора в государственный, мы обязательно посмотрим. Касаясь вопроса реализации проекта «Безопасный город», Сорумба Джейнбеков напомнил. В настоящее время судебные разбирательства по вопросу отмены результатов тендера по реализации проекта еще не завершены. В связи с этим правительство решило поэтапно запустить проект «Безопасный город» на средства местных органов государственной власти. Правительство создало комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта структура рассматривает все возможные пути и методы, направленные на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий. Депутаты предложили решить эти вопросы как можно скорее. У вас должна быть политическая воля. Вы должны скорее решить проблему с судом и ввести этот проект в дело. Если создать спецсчет для штрафов и там собирать их, то уже через два года у вас уже было бы 240 миллионов сомов. Это немалые средства. На них можно было бы потихоньку осуществлять этот проект. Да, проект нам сейчас нужен, но давать его МВД тоже не совсем правильное решение. Нужно другой структуре отдать, к примеру, муниципалитетам. Это ведь не только дороги, но и весь спектр безопасности во дворах, школах, на улице, тротуарах. По данным экс-министра внутренних дел министра Туранбаева, один комплекс стоит 50 тысяч долларов. На 10 перекрестков нужно 400 тысяч долларов. А в Бишкеке 140 перекрестков. Ждать решение суда нереально. Уже два года ждем. Надо что-то делать. Ну и без решения суда мы ничего не можем сделать. Мы же не можем надавить на них. Суд – это отдельный орган. И потому мы и ждем. Ну и потихоньку осуществляем этот проект на изыскываемые нами средства. Глава Кабмина ответил еще на ряд вопросов. Последний же доклад правительства по решению приграничных вопросов депутата решили заслушать за закрытыми дверями. Это информация о ситуации на Ункурто, недавний инцидент с удерживанием четырех граждан узбекскими силовиками, а также предложение чиновников для улучшения ситуации в приграничье. Диана Мамекова, Алмаз Кореев, Алтанхам Бабаев, Общественный Первый канал, Итоги недели. Накануне в стране отметили День государственного языка. Во всех областях республики прошли различные мероприятия, посвященные этому празднику. В Кыргызстане, как известно, проживают более 80 национальностей и народностей. Можно смело сказать, что каждый из них уважает традиции и обычаи друг друга. Более того, стараются изучать языки. К примеру, много семей, которые говорят на государственном языке. Для них он стал родным. О них наш следующий репортаж Сайкал Султанкулова продолжит. Ребенок должен знать свой родной язык. Это закон жизни и природы. И именно поэтому свой рабочий день, 67-летняя Фатима Байрамкулова, начинает с урока кыргызского языка. Вот уже 45 лет она преподает начальным классом и может похвалиться. Все ее ученики хорошо говорят на кыргызском. Ученики – это будущие граждане многонациональной республики Кыргызстан, которые обязаны в совершенстве вводить в первую очередь своим родным, ну а после другими, говорит Фатима Байрамкулова. Кыргызский язык в семье Фатимы Байрамкуловой учат и почитают. Конечно, свой родной язык карачаевцев она не променяет даже на целый мир, но знать, говорить, а тем более преподавать на кыргызском языке, живя на кыргызской земле, для нее честь и почет. Я благодарю свою давнюю древнюю подружку Сакееву Клару. Я впервые, когда услышала, я, конечно, заболела, бредила. Вот она мне рассказывала. Потом, когда она зажгла во мне огонек, знаете, тяги любви к этому кыргызскому языку, конечно, я уже сама начала читать, сама писать. Я сейчас читаю на трех языках. И на карачаевском, и на кыргызском, и на русском языке. Я пишу стихи на кыргызском языке. И вы знаете, меня этот язык завораживает. Он очень красивый. В каждой строчке как будто бы звучит мелодия. Своим кыргызским смело может похвалиться и Аркадий Алехин. Свои 22 он в совершенстве владеет кыргызским языком наравне с русским. Аркадий может дать фуру любому кыргызу. Как оказалось, он не только знает кыргызский язык, но и хорошо знает традиции, обычаи и культуру кочевого кыргызского народа. Я пишу стихи на кыргызском языке. Из разных языков человек раздвигает рамки своего собственного миропонимания. Тому яркий пример Аркадий Алехин. Он работает в двух местах, оплачивает контракт и помогает маме. С клиентами говорит исключительно на кыргызском, а директор о нем отзывается так. Ну, если честно, я сам нашел Аркадия, потому что он до этого работал в другом заведении. Но когда я узнал, насколько он прекрасно говорит на кыргызском языке, я был в шоке от этого, потому что он без всяких акцентов разговаривал на кыргызском, на чисто кыргызском. И я сказал себе, что нужно сделать так, чтобы он с нами работал. И спасибо, я благодарю его, что он не отказал, и по всей всей очереди работает с нами. И я думаю, для нас, для нашей компании, для нашего коллектива это очень большой плюс. В магазине, где работает Аркадий, на удивление, трудятся люди разных национальностей. И в дружном коллективе можно встретить уйгуров, китайцев, турков и казахов. Кыргыз – казах, но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. К сожалению, сегодня на кыргызском говорят лучше представители других национальностей, чем сами носители. Этому яркий пример Фархат Рафатов. Он удивлен, что многие кыргызы стесняются говорить на своем родном языке. Родной язык Фархата – турецкий, но это не помешало ему выучить и другие языки, в том числе и кыргызский. Наряду с родным владение другими языками дает возможность не только приобщаться к культуре разных народов, но и глубже познать красоту и уникальность своей собственной. Сайхал Султан Кулова и Синдур Абыкеев – Общественный Первый канал. Таковы были главные события уходящей недели, о которых мы успели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до свидания. Хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!